здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои прекрасные зрители спешу выполнить свой должок и показать вам третью серию моего похода прошлого малашина рынок ретро как вы видите здесь теперь очень много покупателей и теперь найти свою вещь все труднее и труднее на этом рынке я встретила со своими милыми подписчицами и мне даже удалось взять небольшое интервью у марины но к сожалению не все любят сниматься на камеру но однако меньше радости от встречи с ними у меня не стало ниночка мариночка привет вам огромный я недавно буквально несколько дней назад посмотрела ваш блог призывы на блоши на рынке посмотрела как дойти где повернуть и вот сегодня здесь ну вот значит не зря я это делаю только вы еще делать по вашим следам делают и другие да и даже я увидела там что есть у нас даже что можно дополнить мне очень понравилось буду дальнейшем тоже смотреть ваши блоги спасибо огромное очень рада столько встречаю своих подписчиков очень приятно всего вам самого хорошего удачи и продолжение наших вот увлечений что все было что бы радовала но конкурс я буду проводить завтра музей москвы музей москвы будет очень интересно потому что будет и на улице на тишинке да но я прошло пропустила а в следующий мая поеду обязательно там да еще в доме идет завтра в доме на кузнецком там бесплатно можно купить и за дешево здесь и и и главное вот эти чайный пар тоже купили они не такие же дорогие ну три с половиной тысячи чайная пара там тончайшие парфор идет с драконами дракон тончайший тончайший есть еще под лайк гдр и немецкая в общем мы довольны до немецкая это бывший гдр да очень я очень рада прям виду тоже смотрите возможно сфотографировать не хотите а как вас зовут очень приятно но вы от меня узнали сюда приехали еще какие-то у вас другие пути что хорошенько ой какие вас вы красивые взяли сколько таки вазы синий очень красиво но это тоже красиво она знаете вот внизу даже зелененьким сделано как будто бы стебелек зеленый да и цветок распустился так посмотрите какие часы старинные и шкаф тоже такой еще шкаф я решила вам сделать небольшой обзор люстр который вы можете здесь купить и хотела сказать что на прошлом блошином рынке галочка купила чашечку lfz золотая ромашка замечательную чашечку очень дешево а здесь она увидела блюдца которую тоже можно было отдельно купить на этом рынке и достаточно дешевые но оказалось что они весь этот сервис представлен в двух таких тонах и ярко-желтый как желток и лимонный точно она не помнила какой позвонила дочери дочь тоже не не смогла ответить на этот вопрос на свой страх и риск она все таки выбрала лимонный цвет и оказалось что он идеально подошел к ее чашечки и все вместе получилось очень 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 дешево правда говорите что чашечка притягивает блюдечко да а уже чашечки такой не купила ой ну они там на той стороне я тогда купила эту курочку а теперь у меня этот самый как его петушок вот это мне нужно убрать это я не беру а вот кстати у меня нету такого как здесь стоит вот такой этот сетерев не знаю вот такого у меня нету вот этот видите вот это такой с дырочками с такими вот так вот именно такого нет а у меня именно вот распушен ой какая здесь красота вот такой вот у меня такой вот такой вот это самое красивое и кстати покупала в свое время мои родители да они вот так вот два и покупку это вот они купили это вот они купили новое было тогда бог знает когда ну да я тоже докупала у меня был не помню кто у меня был я вторую докупала здесь ну это очень 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 такая штучка а вот смотрите видите масленка вот это 900 везде 300 тысяч 300 тысяч 500 до 900 в чем подвох ну я думаю что ничего подвоха никакого можно купить это кто у нас да старые 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 у меня у бабушки такого ничего ой ладно возьму его добыток да здесь все равно все не скупишь я и так накупила не знаю на какую сумму я сейчас еще буду это смотреть что брать что не брать да потому что это невозможно конечно невозможно я думаю что у меня вообще на кжель я кжель раньше вообще не увлекалась на стол даже столько не влезет сколько я не увлекалась но мне так понравилось и так как мне все нравится а вот смотрите кстати перечница помните мы говорили да вот смотрите вот они намного интереснее да но они стоят полторы тысячи конечно а да мне пожалуйста еще они стоят тысячу еще ладно а полторы тысячи конечно слишком круто а вот это что такое это чернильница или что это вот эти вот наборы такие наверное но у нее крышечка странно должна быть если чернильница ну да и она должна быть наверное поглубже без крышечки наверное да Я ещё хотела по ёлочным игрушкам пройтись, посмотреть, что есть. А я ещё вот этот сервиз смотрю. Вам его показывала. Но не сказала, чьё. Вообще напоминает кау, да? Это у нас... А вот я не понимаю. Так, что это за... Вот такой... Вот это вот за 6000 ваза. Тоже великолепная. 3 500 чайник. Я думаю, что это гжель. Тоже 3 500. Всё вместе. Так. Вот это вот сервизик. Это кто у нас? Очень красивый. Вот этот весь сервиз ЛФЗ полностью здесь. Он стоит... 9000. Но здесь уже всё полностью. И... Видите, такая большая для салата. И тарелочки, и плюдечки. В общем, с чашечками. Молочник. Молочник. Всё 9000. Так. Это у нас... Смотрите, кто... Это у нас вот такой вот сервиз. Шикарный. 3 500. Такой хрустальный бокал. А вот это 7000. Это у нас Дулёва. Тоже всё полностью, да? Сахарница. Чайник. Чашки. А вот этот красный стоит 3 200, по-моему. С подносиком. А вот посмотрите, как украсивы. Тоже... Это кто у нас? Так. А я вот и не понимаю, кто это. В общем, очень красивый сервизик. Да, на этом рынке есть всё. Начиная с обёрточной бумаги, которую вы видите. Кончая, я не знаю, люстры видели, фарфор. И утюг для угля. И даже тазики для того, чтобы готовить варенье. Ну, а я с вами прощаюсь. До свидания. И хочу вам напомнить, что с 8 по 10 мая в музее Москвы, во втором корпусе, который вы видите перед собой, будет проходить Блошины рынок. Так что приглашаю всех. А я с вами прощаюсь, мои дорогие. Всего самого хорошего. Встретимся на рынке. Обнимаю, целую. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова